О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Рекордная жара и резкое похолодание. Погодные итоги лета. Какими будут его последние недели? Больше 300 тысяч туристов посетят Барнаул в 2023 году. Чем привлекает краевая столица гостей и каковы ее туристические перспективы? Нацелились на рекорд. Удалось ли барнаульцам забрать победу в России по массовым отжиманиям? Начнем. Урожай в России может снизиться из-за погодных условий, сообщают известия. Эксперты отмечают, что хорошему урожаю помешает засуха, которая летом наблюдалась на территории Сибири и Поволжья. Зерновые в таких условиях просто гибнут. А вот овощам засуха не страшна, ведь их регулярно поливают. Действительно, жара этого лета бьет рекорды. В июне на некоторых территориях края аномальные температуры были превышены за весь период наблюдений. Какими будут последние недели лета и есть ли прогнозы на осень? Об этом нам рассказали в Алтайском гидромедцентре. Смотрим. Очень жарко, но у меня в Затоне, смотрите, какие яблоки выросли, огурцы, баклажаны, малина. Ну, сад вообще обалденный. На этот рынок мы приезжали в два месяца назад, в плюс 40 градусов. Покупатели выстраивались в очереди за живительным квасом. Только на этой точке в тот день продали почти 500 литров. Вот уж кто точно рад жаркому лету, так это неугомонные дачники. На огороде в жару люблю работать все равно. Да. А как же можно в жару на огороде работать? Я даже не замечаю. Я приеду на дачу, и день пролетает. Синоптики говорят, что это лето выдалось уникальным. В июне в основном господствовал антициклон, который принес аномальную жару. Июнь и июль по своим температурным показателям превысили норму. Июнь на 2 градуса, июль на 1-3 градуса. 7 июня были превышены по многим станциям аномальные температуры, максимальные, за весь период наблюдений. И если брать сам период, получается 9 дней, такого продолжительного периода жаркой погоды за всю историю наших наблюдений, не фиксировалось. А наблюдения, между прочим, проводятся с 1838 года. Кстати, несмотря на сегодняшние плюс 15, в августе нас еще ждут теплые дни. По тому, что видится на ближайший период, получается, что весь остаток августа будет достаточно близким по температурным показателям к средним многолетним значениям. Сегодня, если говорить, то центр циклона практически над нами. И этот день будет, скорее всего, самые низкие ночные и самые низкие дневные температуры. И у нас начнет потихоньку теплеть, и осадки будут уменьшаться. А уже на конец августа в регионе ожидают заморозки до минус 2 градусов. На сентябрь есть только предварительный прогноз. Первый месяц осени будет близким к норме, с недобором осадков. В первой декаде ожидается достаточно прохладная погода. А вот периоды тепла наступят с 15 по 25 сентября. Из-за капризов погоды многие пасечники края отмечают нынче и неурожай меда. Несмотря на это, уникальный ассортимент сладкого золота сегодня в Медовый Спас пчеловоды представили на традиционной ярмарке, по которой прогулялась и наша съемочная группа. Так почем нынче мед, узнаем прямо сейчас. В нашем крае День пчеловода проходит в Медовый Спас. Это событие уже по традиции превращается в добрый праздник с песнями, плясками и дегустацией. На площади Сахарова по старинке пчеловоды Алтая и других медоносных регионов представляют свою продукцию. Издавна в День Спаса пчеловоды откачивали мед из ульев и освещали свои пасеки. Сегодня эту традицию сохраняют. Но как бы ни старались пчелки, в этом сезоне пасечники единогласно отметили не урожайность многих сортов меда, а все из-за перепадов погоды. Сначала холодная весна задержала развитие пчелосемей, а из-за последующей июньской жары медоносные растения перестали выделять нектар. Урожайность слабая в этом году, очень слабая. Дягеля мало, доника мало очень. Разнотравье есть, гречиха есть, как всегда. А вот такие меда нынче, потому что лето было такое, погода была, то засуха, то дожди, поэтому пасечникам было очень тяжело. Отразилось лето на стоимости продукта. Пчеловоды отмечают, что цена за килограмм меда, в зависимости от сорта, возросла от 50 до 100 рублей. Например, разнотравье стоит около 300 рублей, а горный мед, который всегда считался самым дорогим, сейчас в районе 750 рублей за килограмм. Все дорожает, в принципе, и ващина дорожает, рамки, пчелы. Мы же тоже все это закупаем, и, естественно, цена растет. Не только на мед, я думаю, вы сами ходили по магазинам, растет продукты. Поэтому мы не можем держать цены прошлого года. Но за баночку золотой сладости, рассказывают горожане, можно и расщедриться. Многие предпочитают затариваться именно на таких ярмарках. Здесь наши же пасечники продают, поэтому нет. Доверяете, да? Доверяем. 100%. Сколько уже набрали? Где-то на две тысячи, наверное. Даже больше. Этот праздник имеет и другое название – «Мокрый спас». В этот день также прощаются с летом и готовятся к холодам. И погода сегодня для барнаульцев выдалась дождливой. Но, добавляют пасечники, без витаминов на зиму никого не оставят. Ведь мед не только подсластит жизнь, но и послужит лекарством. Очень люблю с чаем, не знаю, там вообще при болезнях всегда употребляю. Можно банку съесть. Мария Мацай, Владислав Ковалев. День с толком. Губернатор края Виктор Томенко побывал на крупнейшем хлебокомбинате региона, где сейчас идет масштабная реконструкция с вложением миллиарда рублей. Он пообщался с руководителем комбината, который предложил губернатору возродить совет директоров и вести более масштабную профориентационную работу. Подробности далее. Крупнейший в Алтайском крае хлебокомбинат Алтайский закрома проводит модернизацию. Хлебный цех устанавливает инновационное оборудование. Губернатор отметил, особенно приятно, что оборудование российского производства. К тому же сделано в Алтайском крае. Это в нынешних условиях важнейшая такая вещь. Алтайский край кормит не только себя, нам самим от всего, что мы производим, процентов 20, но иногда 25 нужно, а все остальное уходит на Сибирь и на всю Россию. Поэтому мы кормим и Сибирь, и всю Россию и будем продолжать это делать. Руководство хлебокомбината в ходе экскурсии по предприятию предложило главе региона возродить совет директоров края, который бы активно взаимодействовал и с властями, и с учебными заведениями, где готовят кадры. В холдинге работает полторы тысячи человек, но квалифицированных сотрудников не хватает. Поэтому такую связь между предприятием и учебными заведениями стоило бы возродить. Она давала очень синергетический эффект, когда власть, ректора института, а потом директора школ и производственники. Ну, вся цепочка. Да, вся цепочка. Вы знаете, как бы шло, мы помним, когда заводы, прям ребятишки с института шли, инженерные кадры шли на наши предприятия. Это было им очень интересно. Люди бы нужны были на производстве, но нужной квалификации сегодня не найти. Поэтому, как бы, есть две части. Ну, вся система образования профессионального все-таки должна готовить таких людей. И, может быть, что-то, ну, как говорится, доводить уже на месте, шлифовать готовные знания. Виктор Томенко поддержал идею о том, чтобы школьники и студенты как можно чаще посещали предприятия и знакомились с историей хлебокомбината. Отметил также, что гордиться возможностями нашего пищепрома могут не только школьники и студенты, но и все население края. Ведь мы, по сути, кормим и другие регионы. Продукция предприятия поставляется в Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую и Омскую области, а также Республику Хакасия. Дмитрий Дроздов, День с толком. К концу 2023 года число туристов, посетивших Барнаул, должно превысить 300 тысяч человек. Это официальная статистика. По неофициальной их еще больше. Вместе с популярностью внутреннего туризма в России, интерес растет и к Барнаулу. По словам экспертов, наш город перестает быть просто пересадочным пунктом. Туристы готовы знакомиться с нашей историей и культурой. Продолжим в сюжете. Больше 300 тысяч туристов посетят Барнаул к концу 2023-го. Рост путешествий на Алтай ощутили с начала пандемии. Поначалу краевую столицу рассматривали как пересадочный пункт. Теперь туристы стали задерживаться и даже прилетать целенаправленно за нашей историей и культурой. С сотовыми операторами мы общались. И вот если брать ту информацию, которую они нам предоставили за один только месяц, то разница говорит как раз в пользу того, что у нас поток на самом деле выше. И выше, ну не скажу, что в два раза, но на 20-30, иногда и на 40% он выше на самом деле, чем у нас официальная статистика дает. Для развития туризма власти создали в конце 2022-го туристический портал Барнаула. В нем топ популярных мест, события, инструкция к карте гостя, дающие скидки. В разработке раздел, посвященный исторической линии. В пик портал посещает по 3-4 тысячи человек. Волна туристов спровоцировала еще одну волну уличных экскурсий, куда приходят семьями, друзьями и коллегами. В социальном плане это, конечно, в основном люди так или иначе связаны с интеллектуальным трудом. Но есть, например, такая любопытная тенденция, когда бизнесмены организуют экскурсии для себя, для своих сотрудников. Данил Дегтярев уже несколько лет рассказывает желающим про Барнаул. С развитием туризма интерес к городу растет и у самих барнаульцев. Изучать любят исторический центр Ползунова, Анатолия, Горького, Нагорный парк, Парк Азумрудный. Людей, да и самого Данила удивляет история о персоналии архитектура. Я бы все, наверное, отдал на то, чтобы встретиться с Суховым или с кем-нибудь еще и спросить у него, у очевидца. Популярные интерьеры спрашивают, что бы ты спросил у Путина, а у нас новая рубрика, что бы ты спросил у Сухова. Ага, точно. Откуда ты взял львов, которые у нас на Старом базаре стоят? У нас есть экскурсии, например, по застройке сталинского вампира, когда разбираются архитектурные какие-то элементы, и люди гуляют по Ленинскому проспекту. У нас есть экскурсии по району Поток, у нас есть экскурсии по Нагорному парку, у нас есть экскурсии, которые включают в себя такие характеры иммерсивные. У нас не просто гид, например, эту экскурсию проводит, а человек в образе. У нас есть экскурсия, что экскурсию проводит утопленница. Полутора вековая история сереброплавильного завода. Купцы-предприниматели. Начало народного образования, а много позже эвакуация завода в Барнаул современный. В теплые выходные в центре могут пересечься несколько турпотоков. Барнаул уже присутствует на международных порталах бронирования экскурсий типа Трипстер и Спутник. Интерес растет, дело за инфраструктурой, считают эксперты. Хорошо бы привести в порядок некоторые здания достопримечательности. Я думаю, что некоторые улицы нуждаются в дополнительном освещении. Нуждаются в архитектурной подсветке сами эти здания. Кроме того, в Барнауле выросло количество уличных концертов, музыкальных и гастрофестивалей, культурных мероприятий. Становится больше места для прогулок. Продлевают набережную, реставрируют центральный парк и юбилейный. Турсфера тянет за собой развитие сферы обслуживания, транспортной, пищевой. Бизнес это понимает. Город вкладывает в развитие туризма около 2 миллионов в год. Остальное – вне бюджетные средства. Арифметика проста. С привлекательностью столицы края растет и ее доходность. Анастасия Дороган, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. И в продолжении темы. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы спросить у самих барнаульцев, почему, по их мнению, туристам и не только стоит обязательно приехать в краевую столицу. Смотрим. Если говорить про барнаул, то очень уютный семейный город. Если с семьей особенно приезжать, то очень классно. Можно время провести уютно, как дома. Очень хорошая природа. Не загажено ничем. Это первое. Второе – очень хорошие люди. Добрые, отзывчивые. Это первое. А второе – земля. Что хочешь, то делай. Сажай, выращивай все без проблем. Здесь для учебы-то тоже хорошо. Вообще сама с Петропавловск-Камчатского. Мы переехали сюда, потому что детям нужно было учиться. Дочь здесь закончила медуниверситет, а сын Агу закончил. То есть здесь вполне для образования есть очень много университета. Природа своеобразная и интересная. Ну, во-вторых, не такой изведанный край достаточно у нас, что не так много народу, если сравнивать с той же Москвой или Санкт-Петербургом. Но у нас он менее изученный. И природу можно тоже повидать. И народ более у нас такой своеобразный, он доброжелательный. Ну, в общем, такое бы туристам посоветовал бы. Цены низкие на продукты, на все остальное, на жилье. Я заметила, тут много национальностей, очень много даже. Не сразу поймешь, откуда они. Они все общительные. В принципе, мне нравятся. Все сюда едут, даже в деревню едут, потому что хорошо жить. Даже вот как мне, например, ну, мне нравится наш город. Я его люблю. Мы рады тут всем. И к другой теме. С 1 сентября ученики начальных классов школы номер 13 продолжат свое обучение на базе 54-й школы. В это образовательное учреждение их перевели еще в апреле, на период проведения капитального ремонта в родной школе. Процесс проконтролировал глава города в рамках выездного совещания. Школу номер 13 построили еще в начале 20 века в 1918. Там она состоит из двух блоков. В прошлом году было принято решение о подготовке первого к капитальному ремонту. Именно там и обучали начальные классы. При подготовке к масштабным работам провели обследование фундамента. Вердикт гласил, часть здания ограничена работоспособно. Малыши там учиться не смогут. Те дети, которые занимались в этой части, они у нас будут учиться в 54-й школе. Туда будет с 1 сентября организован подвоз. И на сегодняшний день объявлены конкурсные процедуры на проведение проектных работ для проведения капитального ремонта в этой части здания. На подготовку документации отведено два месяца. После будут определены виды работ, стоимости и сроки их проведения. В ходе выездного совещания глава города Вячеслав Франк отметил, что уже сейчас необходимо разработать проектно-сметную документацию и определиться с источником финансирования. Председатель городской думы Галина Буевич добавила, что школьникам 13-й школы необходимо обеспечить безопасные и комфортные условия для обучения. Необходимо говорить и о приобретении нового учебного и лабораторного оборудования. У них уже есть электронная библиотека. Будем работать для того, чтобы эти школы были приведены в порядок. Ну, чтобы дети стали в стенах своей родной школы. По словам директора 13-й школы Людмилы Кузнецовой, всего в школе обучается 578 детей. 229 человек из начальных классов будут временно получать знания в 54-й. Для этого организуют подвоз учащихся в первую и во вторую смену. Ученики 5-х и 11-х классов 349 человек будут учиться в своей школе во втором блоке школьного здания. И в завершении выпуска новости спорта. Рекорд по массовому отжиманию в день физкультурника решили поставить горожане в парке Смертино. Чтобы попасть в российскую книгу рекордов, нужно было, чтобы 3000 человек отжались по 10 раз одновременно. Получилось ли у Барнаула и барнаульцев попасть в историю, расскажет Данил Кузнецов. Парк Смертино в день физкультурника стал главной точкой притяжения в городе. На футбольном поле не осталось незанятых площадей. Причина такого столпотворения – попытка установить новый рекорд России. Все участники рекорда выполняют отживание от пола. Главное сделать это одновременно и не менее 10 раз. Многие пришли семьями. Кто-то за компанию, кто-то ради укрепления мышц. Не смутили барнаульцев ни большие очереди на входе, ни дождь. И даже ребятишки, не помеха, они стоят веселяться. Мы же алтайские люди. А это земля вынесли, потому что мы сила. Мы это сделаем. Я думаю, что все справимся. А почему так уверены? Потому что мы россияне. Россияне – это сила. Сколько вам лет? 80-80. 81 год. Не тяжело? Тяжело? Обрабатывать внимательно. Но уверены, что 10 раз одожмете? Нет, не уверены. Ну хотя бы пару разиков, да? Да. А как решились вообще отжиматься? За компанию. Стоит отметить, что ставить такие масштабные рекорды Алтайскому краю пришлось не впервые. В 2019 году парк Смертина собрал на тренировке 4417 человек, установив тем самым мировой рекорд. Так что футбольное поле стало уже традиционным местом для массовых мероприятий. Логистика очень хорошая, добраться очень хорошо, инфраструктура развита. Вообще планировали на основном поле с трибунами где, но в связи с тем, что там идет капитальный рон, поэтому вполне разместились и здесь. Разметили поле, поле стандартное 90 на 60. Считали всех вручную дважды, сначала на пропускном пункте, а потом на самом поле. Подобная практика проводилась и в Химках в 2015 году, когда одновременно отжалось около 2,5 тысяч горожан. Чтобы побить рекорд, согласно всем правилам, нужно было примерно на 250 человек больше. У нас существует правило, что такие массовые рекорды должны побиваться на 10% минимум. И вот это как раз 10% это та самая погрешность, которая туда... Это может быть 2 человека, это может 10 быть человек. Убор, лёжа, принять! 10 отжиманий барнаульцы делали синхронно под счет ведущего. Вышло с первого раза. С результатом 3635 участников объявляю рекорд официально зафиксированным. Ура! И это победа! Ну, интересно, знаете, такое прям вдохновение, подъем эмоциональный. И хотелось не упасть в траву лицом буквально. После выполнения рекорда каждый участник забрал с собой, думаю, вот такой вот сертификат. Всего их было выпущено около 4 тысяч штук. Так что хватило всем. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все новости уходящего дня. Напоминаю, для ваших предложений на связи телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Валар». Всем продуктивной недели и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok